это не мои это не мое я к этому вообще никак не причастен я к этому никак не причастен скажи пожалуйста что думаешь об этом что ты что в двух словах что такое рязанский сахар в 99 в 1999 году в россии прогремели ряд взрывов в нескольких городах взрывали в основном многоэтажки и тогда народ забил тревогу да что это такое давайте проверять короче в итоге выяснилось что там под видом мешков с рязанским сахаром прямо на нем было написано рязанский сахар заносили в дома взрывчатые вещества и взрывали дома жилые дома пятиэтажки в россии это было это было в 1999 году и как вы знаете в 1999 году наш владимир владимирович побеждает первые выборы и становится президентом как он становится президентом очень просто он устраивает рязанский сахар то есть ряд терактов обвиняет во всем чеченцев тогда там еще дудаев пытался как-то порядок навести в чечне они хотели независимости для своей страны он прилетает потом в этот в чечне говорит видел сколько я народа собрал то есть рязанский сахар нужен был для того чтобы поднять тупорылых ванник идти воевать против нормальных здравых чеченцев которые просто хотели себе свободы от эрефии точно так же как и россия сегодня ой украина сегодня ну и понятное дело путин там снабдил их оружием кого как вы думаете извиняться сейчас будешь короче ну вот этих вот он снабдил и они получается туда его тогда загасили вместе с путиным то есть чеченцы убивали сами чеченцев из-за денег нормальные чеченцы кто смог тот посваливал кто не смог тут сидит тихо сейчас но конечно же родилось целое поколение чеченцев тупорылых которые не знают своей истории и не знают что на самом деле русские просто стравили чеченцев между собой и чеченцы убивали друг друга благодаря владимиру владимировичу и русские убивали чеченцев и чеченцы убивали чеченцев все благодаря владимиру владимировичу так вот когда литвиненко это фсбшник если вы не знаете начала проводить расследование и наряду с несколькими другими фсбшниками не даже книгу выпустили они стали проводить расследование и рассказывать как это произошло последовательно. Там хорошее расследование было. Они называли имена тех людей, кого поймали вместе с этим рязанским сахаром. Оказывается, там были не террористы чеченцы, а сотрудники ФСБ, когда их поймали. Так вот, после этого Литвиненко вынужден был бежать с России, и потом его убивают. И всех причастных к этому расследованию по рязанскому сахару Путин уничтожил. Их больше нет. Ликвидировали. И когда были еще потом, если вы помните, дети... Ты типа впервые просто... Я? Нет. Я много раз про это слышал. Просто вы мне скинули, я вот слушаю. Была еще одна корреспондентша, которая расследовала это дело, чтобы доказать, что это сделали сами ФСБшники. Она даже нашла того ФСБшника, который был причастен, точнее, чеченец. А он, оказывается, гражданин России. Она его нашла, даже взяла у него интервью. И после этого эту корреспондентшу тоже ликвидировали. То есть Путин убивает всех, кто начинает копать под него и находить доказательства того, что... Я надеюсь, меня не уберут из-за того, что я это видео посмотрел. ...что все теракты производят в России именно Путин. Вот оттуда вы ирязанский сахар. И то, что в этот раз в России произошло, на 100% по копирке сделано, как и в тех случаях. То есть, вы представьте себе, как это ИГИЛ смог проникнуть на территорию Россию с автоматами, просто прийти и там обстреливать всех. Ну, понятное дело, это сделали ни дагестанцы, ни чеченцы, это сделали ни таджики, ни узбеки, ни казахи. Это сделали ФСБшники, сами русские. Не, ну, вообще, как бы, удивляться тому, что в Россию проник кто-то ИГИЛ, там, кто-то с оружием и сделал что-то, вполне в себе возможно. Ну, типа, в Россию сейчас проникает много кто, поэтому, чего удивляться-то, господи. Может быть, какой-то другой национальности, но это все наши спецслужбы, российские спецслужбы. Никто не сможет в России провести никакой теракт. Есть специальные службы, которые за этим следят. Американские спецслужбы как раз-то предупреждали за две недели до теракта Россию. Ну, видимо, российские спецслужбы на самом деле и правда не так хорошо работают, как, например, американские. Ну, говоришь, что прям там все настолько идеально. Не знаю. Миллионы долларов, миллиарды долларов тратятся на это, выделяются с госбюджета. То есть мы платим налоги, ФСБшники получают деньги и следят за тем, чтобы у нас не произошло терактов. Но когда нужно снова мобилизовать людей, например, отправить в Сирию, так как американцы оттуда вывели свой последний контингент после того, как эти начали обстреливать корабли Хуситы или Муситы, кто они там. Американцы выводят оттуда свой контингент. И теперь там место свободное. По-моему, Россия хочет увеличить свой контингент где-то на Ближнем Востоке. Скорее всего туда, а может быть в Украину, а может быть еще куда-то. Не важно. Всегда знайте, что любой теракт, который проходит на территории России, замешана именно Россия. Потому что сам ИГИЛ снабжается кем? Снабжается Российская Федерация. Оружие им кто продает? Россия продает. Поверьте мне, никакой ИГИЛ не будет ничего взрывать в России. Они все боятся там что-то делать. Потому что ИГИЛ, Шмидил это маленькие террористические организации по сравнению с Российской Федерацией и армией. Это... И никто никогда там ничего делать не будет, если им не заплатят сам Путин. Ну и понятное дело, что в этот раз все события, которые произошли в этот раз в торговом центре, в этом, я не знаю, как он там называется, кроксы, не кроксы. Нет, ну так или иначе, из-за сближения вот этих вот хороших отношений между Талибаном и Россией, Ираном и так далее, есть причины, почему ИГИЛ смогли такое сделать. Вот, так что, ну, типа... На 100% утверждать, что это Путин, ФСБ и так далее, тоже нельзя, типа. Как и на 100% пока. Пока просто прошло пару дней, утверждать что-то на 100%, ну, глупо. Время покажет, так или иначе. Время покажет. И мы с вами поймем, кто за этим стоит на самом деле. Вот. Крокусин. Это все тоже сделал Владимир Владимирович. А вы будете... Время не покажет? Не, время всегда показывает. Так или иначе. ...сидеть и сосать у него и говорить, нет, это злые украинцы заслали нам своих комаров, это все... ...купили все... ...посуждаю, это все продажно, потому что вы дебилы. Куча людей умерла для того, чтобы доказать вам, что это делает сам Владимир Владимирович, а вы дальше продолжаете у него сосать. То есть, эти жертвы были зазря, потому что вы дебилы. Поздравляю. Ну, ладно. Не, просто есть несколько фактов, которые говорят о том, что к этому может быть причастен ИГИЛ. Этих фактов много. Да, то есть там, опять же, сближение с Тарибаном там и так далее. В то же время, что может указывать на то, что это прям ФСБ и Путин? Мобилизация, типа, да? Но мы будем это утверждать только тогда, когда это реально произойдет. То есть, если они и дальше будут сейчас раскачивать тему с Украиной и обвинять в этом Украину, тогда можно будет, конечно, думать, что да, это реально, типа, подстава какая-то была, чтобы обвинить Украину и на фоне вот этих вот обвинений что-то сделать, короче, усилить там мобилизацию и так далее и тому подобное. Но пока, пока мы видим, как кучка пропагандистов, зетников, да, несут эту х** про Украину. Но вот мы сегодня прочитали с вами один постик, который объясняет, да, Штефанов объяснил, как это работает и почему. Не знаю, я пока не могу на 100% утверждать, что это и кто это. Непонятно.